приветствуем вас в этом видео мы покажем стратегию для торговли внутри дня на фьючерсе s&p 500 но принципе на бусте актуально и для других инструментов стратегия максимально простая и максимально понятная для нее нам нужен простой кластер на график с объемными кластерами и также с правильно настроенной фильтрации мне уже настроена фильтрация для объемов отдельно для американской сессии и отдельно для европейской и азиатской преимущественно торговля актуально для премаркета то есть для европейской сессии и так вкратце что нам нужно для торговли кроме объемов мы берем объемы закрытия американской сессии как известно самые большие объемы у нас на закрытии американской сессии и чаще всего это такое будет скопление объемов при адекватно на струной фильтрации и мы отмечаем для себя зону объемов с закрытия американской сессии и потом на открытии на азиатской на европейской сессии следим как отрабатывается эта зона и ждем ретеста ждем закрепления и ждем появление уже новых объемов на данной зоне у меня дополнительно настроена линия viva с отклонениями сейчас я покажу свои настройки viva с фиксированным отклонением выше 16 пипсов это не столько сигнал как показатель того где находится цена то есть как правило если мы заходим выше линии в то это зона покупки это такой дополнительный индикатор который просто дает больше уверенности и так и давайте с понедельника посмотрим как отрабатывала эта стратегия и были у нас какие-то входы вот понедельник так берем объемы закрытие пятницы выделяем зону и вынимаем эти объемы и смотрим как отрабатывали мы в моменте мы видим что сначала на азии на начале европы мы держали эту зону но объемов у нас не было объемов не выбивали и дальше s&p пробил уровень появились какие-то объемы здесь но уже шарсить в этом моменте против этого скопления объемов было бы некорректно и дальше уже на американской сессии эту зону отрабатывают чаще всего сделки будут именно на европейской сессии чем на американской на американской уже идет другая волоценность там же появляются другие объемы но все же эти уровни не актуальны и в принципе уровень закрытия будет достаточно для того чтобы сделать две-три своих сделки в неделю далее закрытие понедельника мы видим что объемы примерно в этом же месте выбивают и уровень в принципе здесь же остается этот уровень мы убираем этот уровень теперь вдвойне силен так как он и с пятницы прошлой и с понедельника мы пробиваем на открытии европейской сессии этот уровень далее мы выбиваем объемы они у нас в разных местах поэтому непонятно как бы в какую сторону скорее всего будет движение далее мы на отходе делаем ретест и опять выбиваем объемы под этим скоплением объемов выбиваем свежие объемы и стоим три пятиминутных бар это 15 минут стоим консолидируемся и идем вниз и даем прекрасный прекрасную точку входа и отличное движение в пол процента и все это под линии евапа следующий день вмещаем зону и смотрим мы опять пробивая вниз евап пробиваем минимумы предыдущей сессии объемы в моменте опять выбиваем объем и консолидируемся под этим свежим объемом стоим 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 долго десять баров это почти час и опять даем хорошее движение вниз потом ретест можно здесь было посмотреть что-то на тиковом графике на минутном для себя потом можете глянуть и в принципе еще одна у нас прибыльная сделка здесь могла быть вторая уже идем далее так здесь у нас объем никак не отработался на следующей сессии в принципе можем взять объем предыдущей сессии и посмотреть что было на европейской сессии ничего не было здесь и в принципе что-то такого спокойного на американской сессии также не было кто использует минутные графики тиковые тоже можно смотреть в моменте возможно здесь выбивали какой-то объем на тиковом графике и консолидировались идем далее опять выбиваем объем на той же цене 141.60 уже можно для себя сделать вывод что эта цена очень в рамках недели очень важная сместим немножко уровень этот уровень уберем уровень был запилен на азиатской сессии это у нас пятница то есть сегодня далее мы делаем ретест объемов здесь не было мы пробили уровень вверх пробили потом вниз сложный пробой и ушли наверх в пятницу у нас ничего не было то есть по сути за неделю у нас было два трейда еще раз посмотрим что у нас было это трейд шорт он был во вторник на ретесте на объеме и у нас был трейд в среду тоже после выбития объемов и консолидации под этим объемом стратегия очень спокойная очень простая к ней можно прикрутить массу других инструментов тоже тиковый график минутные графики и дельта индикаторы которые также есть в в оффиксе представлены по индикаторам мы возможно еще сделаем видео как можно их использовать прикрутить их к каким-то простым вещам в трейдинге и подытоживая что можно сказать вашему вниманию простая консервативная стратегия которую можно спокойно отторговывать которое можно уже по желанию прикрутить какие-то более сложные вещи и увеличить тем самым количество сделок если у вас есть вопросы можете обращаться в нашу техподдержку и благодарим за внимание и хорошего дня в следующем в следующем видео Продолжение следует...